Привет зритель! Наконец-то я снимаю на эту камеру. У нас дикое жарище, даже сейчас тут 26,5 градусов в теньке, а уже 6 вечера с хустиком. Я выперлась туда, куда днем хотела, но еще не доехала и увидела, что тут как-то это... То ли разломали, то ли ветром сдуло, хрен знает. Следов-то машин их как бы нет, но вот... Прям, возможно, у меня легкий тремор. Ну, я думаю, ты, наверное, привык. А не привык, так привыкай. Для тех, кто все еще очень беспокоится наличием моего феномена, 1 на 10 тысяч человек молочные зубы. Хочу сказать, что бывает такой феномен, 3 раза за жизнь меняются зубы. Точно так же. Где-то так, 1 на 10-30 человек. Но это не отменяет феномена того, что есть достаточно количество людей, обладающие мозгом, но не умеющие по каким-то причинам, вне зависимости от возраста, использовать этот мозг по назначению. Я не помню, там, по-моему, Ирина Добрая, ник был, которая очень беспокоится за мои зубы. А Анжелика, не помню фамилию Бориса Вашоли. Но я, так как это вполне возможно фейковые имена, анонимных людей, которые сидят под чужими фотографиями, чужими именами и боятся в лицо людям в реальности сказать что-то подобное, то, что пишут в комментах, как есть в одном сообществе мадам, которая внезапно даже до меня доцепилась. А у меня всего-то на Айрике 18 или 19 отзывов, я чуть не помню уж. Потому что я там 6 лет не писала и снова вдруг записала. Короче, мадам, которая говорит, что она в реальности двух слов не свяжет, и по телефону в том числе, но зато в интернете похвалится тем, что может высказать всякую пакость. Так вот, Анжелика, которая очень переживала, что я выложила видео, причем как бы я его залила раньше, но опубликовала, поставила на публикацию позже. Но монтировала уже в деревне, тут, в этот приезд третий, в это лето, в этом году, в 2023. Видео 20 какого-то там марта этого года, закупка фруктовая. Ну, как-то она у меня потерялась, он на флешке, на карте, на компе, на ноуте. И в итоге я ее уже монтировала, эту закупку на планшете, то ли в гамаке, то ли просто в изберном деревне, короче. Вот. Анжелика, не переживай. Или расстройся, у меня нет ничего от 1 апреля. Никакой закупки. Я вообще что-то в этом году мало закупок снимала. Как-то так забывала. Вот. Всем тем, кто говорит, не обращай внимания на всяких унылых хайтеров. Ну, у меня с утра было не очень хорошее настроение, а потом я внезапно узнала, что выиграла в конкурсе среди оставивших отзывов, среди покупателей, оставивших отзывов, на косметику «Лолив». Набор этой косметики «Лолив» в рандомном конкурсе розыгрыша. Среди 11 человек три победителя, в том числе и я. Мне что-то так радостно стало. Хотя проблема, которая меня беспокоит, пока еще не решилась. К сожалению, надеюсь, пока я езжу до лиска, она решится. Блин, жрут. Слепни люди, я пока отрублюсь. Фух, я таки дошла. Вон тут тропинка какая-то есть еще. Свет, я забыла. Думала, что тут вообще не пролазно, но вот именно в этом месте, походу, дело, кто-то все-таки ездил. Как же тяжело и жарко. Я хотела на приближение глянуть, что тут. Ну, это Прилудская церквуха. Так понятно. Ой, блин. Может, я в следующий раз каким-нибудь образом привезу сюда штатив и привезу его сюда. Поставлю на штатив камеру и приближу. Ой. Извините, рука. Что-то как-то это слишком дрожит. Блин, меня еще кто-то ест. Надо как-то встать, чтобы и велик не падал. Тот думший меня тогда напугал. У меня такое ощущение, что он как-то на отшибе стоит. Ой, я же могу в режим перейти, чтобы сфоткать. Так. Блин, я еле вспомнила, как делось фотографии. Не поверишь, зритель. Я так давно, видимо, ей не снимала, что забыла, что надо это, ну так, конкретно нажать на фотку. В общем, мне кажется, что этот дом, он как-то этот, на отшибе сильно. Может, кто-то даже и не Прилукин. Я нашла тут какая-то сильная стабилизация. Активная стабилизация, не интерактивная, как бы активная. У меня даже рука не... Как хрен знает, у меня рука не дрожит такая, так сильно основательно. В этом доме живут собаки. Потому что, ну, я думаю, что именно оттуда лают и слышно. Чтобы вот, ну, не так, как из Прилук. Не может быть, чтобы из Прилук вот лаяли и слышно было. Потому что вот это какой-то дом промежуточный. У меня есть близкий родственник, живущий в Прилуках. Надо бы его спросить, но он вечно шуткует, как его папа. И хрен поймешь, то ли он шуткует, то ли он не шуткует. Ну, будет как-нибудь не жарко. Надеюсь, может, уже вот на следующей неделе не жарко будет. Менее жарко, как сейчас. И я вот днем сюда пройду. Хочу вот прям по этой дороге. С камерой. Посмотрю, куда оно дойдет. И может, поближе получится приблизить дом. Чтобы рука не треслась, а то я что-то приблизаю. И оно это... Вот смотрите, сейчас оно как бы не сильно тремор такой. А там я приближаю вообще уж совсем. Жуть. Медвежуть. Тогда там соседки лося увидели. А я только через телефон его. Потому что стала фоткать, чтобы понять, где оно. Ну, что так-то не видно ни хрена. Сейчас, наверное, там нет никакого лося уже. Сколько времени-то прошло. Удрополяла тут лось. Фух, я же это, ягоды хотела глянуть. Ладно, я пока отрублюсь. Субтитры сделал DimaTorzok